Поклонение Бухебатору не случайно проводится в первые выходные июля. Считается, что в это время полноводие придает божеству большую силу. Река Селинга берет начало истоку великого горы Бурханхалдун. Это Монголия. Издревле именно Бурханхалдуну молились богатыри. Один из основоположников большой империи. Знаменитый человек тысячелетия Чингисхан. Дарующему силу духа, храброе сердце и здоровье божеству поклониться пришли не только спортсмены и военные. Целыми семьями верующие приехали на молебен. Ведь силы для преодоления жизненных трудностей нужны каждому человеку. Вот этот молебен позволяет людям обрести внутреннюю силу, чтобы найти в себе силы, бороться. У каждого из нас есть какие-то проблемы, будь то на работе, будь то в спорте. Везде у нас есть сложности. Чтобы их преодолеть, нам необходимо молиться и делать свой дух еще крепче. Черный баран и 12 молодых берез в качестве подношения бухебатору – тахил. А дальше строго по традиции свято чтимы шаманами. Спускаем родовых духов, вселяем в транс, входим в транс. После родовых заходят северные хаты, буханайон, бухебатору сегодня спускали. И после этого мы отправляем это угощение вслед за ним. Потом зовем удачу. Полные воодушевления и энергии спортсмены сразу после молебна приняли участие в соревнованиях по вольной борьбе. Спортивный азарт подогревали призы. Борцу, одержавшему абсолютную победу, религиозная организация «Тенгри» вручит коня. Елена Петрова, Булат Бадмаев, Новости дня.